Добрый день, в эфире программа Paradox, ее ведущий Степан Демура, телефон студии 6510996, код города 495, также можете писать на сайт Finam.fm. Сегодня будем обсуждать очень интересную тему, это улучшение имиджа России или восприятие России инвесторами, крупными инвесторами, ну и создание, разумеется, международного финансового центра. Пока что это называем Московский финансовый цирк, третий цирк в Москве. Что интересного, что советникам по улучшению образа России в глазах международных инвесторов, крупных инвесторов и по созданию финансового центра будет выполнять никто иной, как Goldman Sachs. Это очень известная компания финансовая, особенно она известна отношением к своим клиентам, она очень любит рекламировать позиции клиентам одним, открываться против них, как, впрочем, банк JP Morgan, в совет директоров, в который входит ни много ни мало господин Чубайс, непонятно за какие заслуги. И вот Goldman Sachs пользует такую систему, он надувает клиентов, клиенты жалуются, обращаются в суды, скажем, то же самое делает, как сказал JP Morgan. Последний пример, JP Morgan обманул клиентов, якобы, на 20 миллиардов долларов. Пришли к нему регуляторы, он заплатил штраф в 2 миллиарда долларов, ну и остался с прибылью в 18 миллиардов долларов. Goldman Sachs также известен тем, что он помог правительству Греции уменьшить формально свой бюджетный дефицит, когда они вступали в зону евро за счет валютных свопов. Потери для правительства Греции составили порядка 20 миллиардов долларов. И самое интересное, что когда проводилась реструктуризация греческого долга, то есть дефолт, почему-то Goldman Sachs никто не тронул, они получили все свои деньги. Еще чем известен Goldman Sachs тем, что он близко сотрудничал с инвестиционным фондом национальным Муаммара Каддафи, ну и, разумеется, слил ему 30 миллиардов долларов. И вот появляется Goldman Sachs, и Минэкономразвитие заключает с ним контракт на консультационные услуги, на улучшение образа, на 3 года стоимостью 500 тысяч долларов. У меня сразу возник вопрос, что-то как-то дешево для Goldman Sachs. Ведь буквально перед этим Goldman Sachs сделал заявление, в котором исключил Россию из самых перспективных стран, созревающихся экономикой. И тут вдруг он приходит к нам, за какие-то копейки начинает программу по улучшению образа России в глазах инвесторов. Такая странная тема, но, может быть, у этой темы на самом деле есть продолжение. Вчера у нас был очень интересный эфир с Оксаной Дмитриевой по поводу приватизации стоп-фонда. Может быть, Goldman Sachs рассчитывает стать советником этого стоп-фонда и поучаствовать в приватизации? Вот этот вопрос мы сегодня обсудим как раз с Никитой Масленником, экономистом, советником Института современного развития. Добрый день, Никита. Добрый день, Никита. Как вы считаете, почему Goldman Sachs вдруг появился на арене цирка международного финансового? Из-за какие-то копейки? Мне думается, вы уже сами ответили на этот вопрос, упомянув вот эту декабрьскую историю. Там действительно есть такой главный экономист по России и СНГ Кременс Граф. И он в своем одном из аналитических обзоров в конце года действительно исключил российский рынок из числа перспективных. В связи, правда он оговорился, в связи с тем уж как-то очень быстро и непонятно меняются правила регулирования. И вот здесь вот, я думаю, что Кременс Граф не так уж далек от истины, мы дальше еще поговорим об этом. А мне думается, что, ну, Goldman Sachs, JP Morgan, там огромное количество других инвестбанков, они действительно глобальные структуры, которые по всему миру советуют, как управлять финансовыми потоками. И то, что здесь Минэкономразвитие заключил с ними договор. Там, кстати, еще третья сторона есть, Российский фонд прямых инвестиций. Да, да. Вот, это более существенная вещь, потому что, собственно, сразу становится специализация, направленность вот этой сделки, понятно, да, для чего, собственно. Потому что многие, допустим, ваши коллеги, мои коллеги трактовали так, ну, что-то как-то вот... С чего? За смешные деньги, помните, была реклама, смешные цены, да? Вот смешные деньги там, ну, сделать имидж привлекательным, ну, как-то... За пятьсот тысяч на три года, несерьезно. Да, за пятьсот тысяч на три года, ну, как-то несерьезно, знаешь, что-то тут другое, другое. Я думаю, что вот этот вот состав вот участников этого соглашения, он как раз и объясняет, что... В принципе, во-первых, мне думается, Goldman Sachs дали понять, что, ребят, ну, хватит. Ну, хватит, грубо говоря, чернуху-то лепить. Ну, давайте хоть что-нибудь такое внятное, полезное, тем более, что у нас приватизационная программа. У нас, между прочим, большая потребность в прямых иностранных инвестициях. Организуйте это, участвуйте. Вы персона Грата, вы приняты за этим столом. Посмотрите, как хорошо живет Джим Роджерс, когда он стал советником ВТБ. Ну, пожалуйста, ну, давайте, давайте, только по правилам. Вот, чтобы у вас не было конфликта интересов... Мы вам отчипнем. Да, мы вам, ну, это нормальная практика, потому что, я так понимаю, что сейчас вот у нас готовится еще и IPO Московской биржи, и там среди консультантов, ребята из Goldman Sachs тоже участвуют, потому что там 8 или, по-моему, 10 даже из банков привлечены. Действительно, это сделка такая знаковая и для рынка, и для, в целом, российского делового климата, потому что почти, чуть больше 5 миллиардов долларов IPO, это, ну, практически сравнимо со стоимостью всей лондонской биржи London Stock Exchange. Но это... Дороговато. Нет? Ну, вот, знаете, есть по-разному. Есть разная оценка. Потому что я смотрел вот этот вот лист, который представили различного рода инвестиционные консультанты. Самая минимальная 4 там с небольшим. Вот, максимальная 6. Ну, вот, средняя где-то вот около 5. Как получится, я думаю, что вот уже объявлено срок примерно где-то 15, 15, по-моему, февраля или около этого. Увидим. Вы знаете, вы сказали, отметили знаковость этого события. Я тут же вспомнил, когда был проведен листинг New York Stock Exchange. Он проведен как раз на верхах рынка в 2000 году. Может быть, у нас сверхи рынка? Ну, тут... Потому что, если уж прибыльная биржа, всегда возникает вопрос, зачем еще с кем-то делиться прибылью? Нет, ну, здесь вот с точки зрения... Если прямо рассматривать вот это IPO предстоящей Московской биржи, конечно, это надо в контексте формирования международного финансового центра. И вообще площадка должна быть признана, естественно, инвесторами. Для этого она должна быть, так сказать, получить некую рыночную прописку, рыночный статус. У всех есть, у этой нет. Ну, как-то, в общем, не совсем с руки. Какая-то она второразрядная, второго сорта. У нас это так и ведет. Ну, бедная родственница. Я торгую просто. Бедная родственница, да. Но, тем не менее, все-таки какие-то перспективы там открываются. И в том числе, думаю, что и с учетом вот этих перспектив, Голдман Сакс и напомнил, что, ребята, давайте вот... Уж больно как-то не случайно. С одной стороны, вот такой жесткий, прямо на от, можно сказать, вывод. С другой стороны, вот это соглашение. Хотя, вы знаете, я не удивляюсь вот этим самым оценкам Голдман Сакс. Потому что, ну, давайте посмотрим так. Вот совсем недавно, в этом, в прошлом месяце, было такое очень масштабное на две полосы интервью нынешнего еще, пока ФСФР, Федеральная служба по финансовым рынкам, не влилась в мегарегулятор. До тех пор Дмитрий Панкин, его, значит, руководитель, и действительно, ой, высокопрофессиональный человек, пользующийся уважением на рынке, весьма откровенный в своих оценках. Ну, и что он пишет в этом интервью? Когда, вот, корреспондент, ведомостей спрашивает напрямую, ну, расскажите там, ну, что мешает-то? Вот что в этих головах, в этих инвесторов пресловутых, ну, что у них не так? Почему они вот сюда не хотят? Почему они сюда не ходят? Или ходят, но очень как-то по-малому? Он говорит, да, ну, вы понимаете, ну, все-таки, в общем, достаточно просто объясняется и логично. Вот, с точки зрения менталитета человека, принимающего инвестиционные решения на миллиарды и десятки миллиардов долларов. Вот Китай. Ну, перспективная экономика. Да, понятно, что она станет по объему волового внутреннего продукта через сколько-то лет, там, может быть, через ближайшие 10 уж точно, первая экономика имела. То, что она останется где-то во втором десятке, если ВВП поделить на душное усиление, это вопрос другой. Но по объему это, о, то есть тут есть перспектива. И Индия. Примерно такие же перспективы. Уж где-то она в первую тройку за ближайшие 30 лет, она войдет. Ну, есть такие прогнозы, что Китай, США, Индия, это три, так сказать, гиганта, которые возглавят мировой рейтинг, так сказать, крупнейших экономик, крупнейших финансо-экономических центров. Ну, в какой там между собой они там расположатся конфигурация, они будут меняться, естественно. Но, тем не менее, тройка как бы определилась. Инвесторы тоже понятно. Это многоотраслевой, развивающийся, причем очень важно, многоотраслевой. Да, целая здоровая экономика. Многоотраслевой рынок. Там есть свои огромные проблемы. Катастрофическое неравенство между регионами, социальное неравенство. Помимо проблем, там же ведь огромный листинг компаний. Да, но есть и потенциал для вложения. Да. И опять же, ссылаюсь на Панкина, на Дмитрия Панкина. Ну, как воспринимает инвестор российскую экономику на сегодняшний день? Семь компаний. Ну, извините, как индекс нефтяных фишек. Да. Все. Причем самая нефтяная из них Сбербанк, на самом деле. Ну, у нас-то всего где-то порядка. Семи-восьми компаний. Ну, может быть, сейчас около десятка, но вы правы, где-то, в общем, пальцев на руках хватит. Вот, ну да, сейчас вот Сбербанк, но это во многом благодаря вот этому агрессивным приобретениям в прошлом, прошлогоднем на зарубежных активах. В общем-то, всему инвестиционному миру, понятно, у ребят, в общем, потенциал. Они очень-то грамотно, агрессивно и в то же время взвешенно крайне отбивают свои деньги, покупая эти активы. У них есть стратегия. Прерваться на новости. Мы прервемся на выпуск новостей. Мы снова в прямом эфире. Это программа «Парадокс», я и ее ведущий Степан Демура. Телефон 6510-996, сайт города 495. Звоните, включайтесь к нашей дискуссии. А мы сегодня с Никитой Масленниковым обсуждаем такой странный дьявольский союз России с Goldman Sachs и по улучшению имиджа или образа России для инвестиционных инвесторов и создания международного финансового центра. Да, Никит, вот вы говорили, что инвесторы смотрят на Индию, на Китай, как на потенциально большие рынки. В России, как вы правильно сказали, есть 7-8 ликвидных бумаг, практически нефтянка. Можно спокойно вместо этих бумаг... Пару банков сейчас так. Пару банков, да. Вместо этого можно... Немножко металлургии. Можно спокойно, например, работать с фьючерсами на нефть. Ну, так и делают. Так и делают, вот. Поэтому плюс, как вы правильно отметили, постоянно меняются правила игры. Взять хотя бы энергетику. То тарифы будут, то их не будет. То же самое с «Газпромом». Будет у него возвратный ДПИ или еще что-то, еще что-то. Постоянно это меняется. Отберут ли монополию? Только частично, новотеку дадим, а всем остальным потом... Потом, что будет с шельфом и тому подобное. И поскольку правила игры меняются, в принципе, инвесторы, ведь они же как? Инвестируют большие деньги. Ну, раз в квартал собирается кредитный комитет, грубо говоря. Обсуждают, какие будто локации в фонде. Обсуждают риски, вызывают аналитиков, которые делают прогнозы по цене и тому подобное. И справедливые оценки компании. Аналитики не способны сейчас дать справедливую оценку, потому что они не знают, как будут меняться правила игры. Ну, у аналитиков, я думаю, сейчас... И аллокация на Россию не делается. У многих аналитиков сейчас очень большая головная боль. У них постоянно головная боль. Иначе бы они это не писали. Вы знаете, Степан, я бы отметил буквально два момента, например, что, на мой взгляд, по моим наблюдениям, достаточно серьезно напрягает инвесторов на рубеже 2013 года. Знаете, главный источник вот таких вот недоумений, это наше родное правительство. Только Государственная Дума принимает закон о бюджетном правиле, и еще всем надо привыкнуть, насколько это серьезно. Как это, так сказать, надолго. Надо рассчитывать, когда же этот суверенный фонд достигнет там 7% ВВП, и что для этого нужно сделать. И в какие это проекты пойдет. Тут же, буквально через пару-тройку недель, возникают позиции Министерства экономического развития. Говорят, да нет, неправильно все сделали. Давайте до 5%, а все деньги, которые вот между семью и питью, и плюс еще мы там вам подскажем, откуда чего взять. Создадим еще третий суверенный фонд, фонд развития. Туда, в общем, по оценкам моих коллег, скажем, из экономической экспертной группы, вот в 15-м году, вот если бы пошло все так, вот гипотетически на 100% взяли и предложение реализовали. В этом фонде 2,5 триллиона рублей, в 15-м, около 2-х, в 14-м. Ну, не слабые денежки. Вот, при этом инвестор прекрасно понимает, а ребята, а у вас столько проектов есть, вот как-то неясно. Ну, найдут. Одна инфраструктура. О, да даже если инфраструктура, потом качество вашего инвестиционного проектирования вызывает, извините, большие сомнения, особенно там, где в проектах участвует государство. И все здесь обращают внимание, по крайней мере, очень многие из которых, я знаю, общаюсь, круг ограниченный. Узкий круг ограниченный. Да, да. Он говорит, ну, слушай, старик, ну, знаешь, вот, ну, Сочи-14, ну, классно, мы все понимаем. Это знак, это имидж, это все круто. Он говорит, объясни, пожалуйста, почему на сегодняшний день затраты полтора триллиона рублей уже, сколько будет, непонятно. А ведь в начале... В семь раз увеличился. Ну, в пять точно. В пять. Где-то около трехсот с небольшим. Да. Ну, вот объясните, как вы проектируете. А он говорит, мы тебе еще можем пример ведь назвать. Ты говори, хорошо помнишь, что Кмановское месторождение, здесь этот проект, вот сейчас он приостановлен, там, не будем сейчас вдаваться в подробности, как, почему и что. Это особая, так сказать, история почти детективная и трагическая одновременно. Вот. Но, тем не менее, начиналось четыре с половиной, ну, максимум пять миллиардов долларов. Закончилось за сорок. И, в общем-то, непонятно, когда еще там финиш наступит. Он говорит, ну, вот объясните, как проекты мы понимаем, вот сколько они стоят будут. Ну, аппетит приходит во время игры. Да. В общем, вот эти два существенных ограничения. Значит, во-первых, изменение правил игры во время игры, когда вы еще даже первого свистка судьи не дождались. Никит, вы тогда, получается, вы говорите, скажем так, о прямых инвесторах. О прямых, естественно. Не о презренных спекулянтах, скажем, крупных. Ну, спекулянты это особо. Статья, они очень важны для любой, каждой экономики. Но мы в данном случае... О прямых инвестициях. О прямых инвестициях. Я, кстати, сошлюсь на недавний, опять-таки, уж извините, наши уважаемые радиослушатели, что я ссылаюсь на официальных лиц, но чтоб потом не упрекнули, что мы тут со Степаном сами что-то выдумываем. Ну, недавно, в российской газете, можете сами все это посмотреть. За интервью очень уважаемый мной замминистра эконом-развития Сергея Белякова. Ну, все вроде совершенно спокойно, аккуратно, грамотно, но там цифра одна, которая, как бы, стоит запомнить всем. Для нормального функционирования российской экономики, по оценке министерства, необходим ежегодный приток прямых частных инвестиций в размере от 70 до 75 миллиардов долларов. Вот по 2012 году, ну, ведь, понимаете, еле-еле набрали десятку. Можно же ведь распечатать тот же Стапфонд. Стапфонд можно распечатать, если будет выполнено это самое правило, но, опять-таки, возникает вопрос, в какие проекты? Качество проектирования. Потом в связи с Стапфондом, вот в связи с Фондом развития, возникает у меня просто один маленький вопрос, а с ВЭБом-то что делать, ребят? Он что, не работает? Он что, не эффективен? Он еще тоже на полпути, у него проекты только в стадии, так сказать, реализации. Вы что, все это перекрываете? Объясните, что с ним-то будет? Ну, ладно, я не понимаю. А это тот же самый парень из Голдман и Сакс, этот Клеменс, граф пресловутый, он-то что, понимает, что ли? Вот он и советует то, что вот он видит. Ребят, чур их чур. А у американцев, кстати, есть прекрасное выражение. Что-то там у них творится. Очень правильное. Оно говорит о том, что если вы что-то не знаете, туда уйдут ваши деньги. И очень часто они им очень следуют практически до буквы. Ну, тогда возникает сразу вопрос. Воздерживайтесь. И как Голдман Сакс, своей рекламной компанией за какие-то копейки, сможет это поменять? Как говорил водопроводчик, нужно менять не трубую систему, получается? Ну, конечно же. Он, я думаю, что ему просто в открытую намекнули, что, ребят, давайте вот менять. Давайте жить дружно. Давайте жить дружно. Знак поменяем. Ну, понятно, что вот трех лет вам, может быть, до этого хватит, чтобы у вас не было конфликта интересов. Вот вы теперь уже наши. Вы должны, так сказать, вот за это работать. Тем более, что не будете менять имидж нам. Вот не дождетесь. Вы не участие конституционного в приватизационных проектах. У нас там много чего. У нас там пирог такой печется нормальный. Хватит на всех, но вам не достанется. Ну, я думаю, что совершенно справедливо. Ну, просто таких вот кандидатов, боюсь, что будет еще не один десяток, понимаете? Ну, Дипи Морган посмотрит, скажет, а я. Конечно, а мы тоже сейчас какой-нибудь отчет напишем, такой вот, загудробительный. Мало не покажется. Тем более, что вы сами везде, так сказать, подставляетесь. Ну, вот, например, да? Дорожные карты. Замечательная инициатива. Национальная предпринимательская инициатива. На основе ее формированы, их будет около 20 штук. Благодаря им, к 20-му году, мы там дойдем до 20-го месяца. А, вы имеете в виду... Да, 100 президентских, так сказать, инициатив туда-сюда. Хорошо, давайте посмотрим. Вот что, опять инвестор. Очередные города, не города, а инвест-центры и тому подобное, да? Нет, нет, это нормальные вещи. Это упрощение процедуры разрешения на строительство, повышение доступности энергетической инфраструктуры, совершенствование таможенного администрирования. Технопарки большие. Развитие там конкуренции. Ну, много всего. А, Никита, а что случилось с инициативой и программой развития малой и среднего бизнеса? Помните, Набиуллина с ней бегала во время кризиса? Да вот пытаются ее тоже в одну из дорожных карт как-то пристегнуть. То есть, ничего, она там и осталась. Нет, ну, она там, в общем, как бы переписывается. Мы же от одной программы на другой программы живем. Мухи отдельно, котлетные отдельно. Реальная экономика там, а программа на столе. Ну, так вот. Вот по этим самым... Опять-таки, я ссылаюсь только на официальную информацию. Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития вывесили контрольный, так сказать, как бы мониторинг в декабре месяц о том, что по дорожным картам, по трём, которые уже приняты правительством к исполнению, сделаны. В июле-ноябре нужно было выполнить по трём картам 30 мероприятий. Исполнено. Степан, сколько, как вы думаете? Одно, два. Шесть. Ну, почти угадал. В процессе. В процессе. Шестнадцать. А не исполнилось. То есть, вообще не начато. Восемь. Вот это всё висит на сайте Минэкономразвития. Ну, что? Первое, что делает инвестор утром, если ему нужно, так сказать, справку по России сделать, посмотрим-ка, как себя оценивают все органы исполнительной власти. То есть, правительство видит это. Ну, и всё, ребят, ну, чё там. Чё-то надо так воздержаться. Дайте подождём. Так, может быть, тогда Голлман Сакс... Мы сами себе мешаем, потому что мы не исполняем свои собственные решения. Может быть, Голлман Сакс, например, должен консультировать Минэкономразвития, чтобы таких ляпов на сайте не вешали? Ну, может быть. Может быть. Не, ну, просто, понимаете... Да нет, это не ляп. Это, на самом деле, нормально, это честно, прозрачно. Ну, просто, вот если бы... Не писали честно. Нет, ну, понимаете, Степан, если бы этого не было, то вообще бы разговоры об инвестициях в Россию не шло. А если это есть, это уже прозрачный процесс хотя бы принятия решений, мониторинг за ним. Видят, что у ребят не получается, в данном случае у нас. Ну, ладно, хоть они это всё не скрывают. И мы уже будем думать, да или нет. Но вот пока мы вот... Я в данном случае говорю не о том, что это не вешали, а в данном случае, что это надо вот как-то делать. А у нас правительство вместо этого пытается всё время с Центральным банком пободаться. Опускаем ставку, поднимаем ставку. Инфляция в главном выражении 7,1% за этот самый, за январь 1% нарастила, да? Она в марте упадёт, сказали. Упадёт, да. Да, но ты давай ставку-то снижай 15 февраля, когда у тебя там будет. Ты чего там думаешь про себя, Игнатьев? Доколе? Доколе топить российскую экономику, понимаешь ли? А то, что мы вот уронят он эту ставку, и мы получим такую избыточную ликвидность, которая тут же на рынке разгонит инфляцию до 1,5% в следующий месяц, ну, это уже мало кого волнует. Вот такие вещи тоже ошеломляют инвесторов, потому что аналитиков особенно. Вы вроде как-то все макроэкономисты крутые, вы что там творите-то? Ну, можно остановиться, можно прислушаться к тому, что вот вы войдёте там в Таргет до 5-6 и так далее. А просто нет единой программы, я полагаю. Ну, я думаю, что это дело, ну, чёрт его знает. И никто как-то не совсем даже задумывается и понимает, что делают. Загадочная ситуация, потому что мы производим в последнее время, вот по моему ощущениям, последние полгода, такое количество вот этих самых информационных вбросов, которые не только не складываются в общую картину, а они... Радикально меняют точку зрения инвесторов. Да, они ведут к формированию представления о том, что здесь, в общем, всеобщий регулятивный хаос. Они каждый что-то хотят, между собой не могут сесть договориться, а главное, они не исполняют то, что они должны исполнить в собственном решении. И все обращают внимание, что вот да, вот Путин в очередной раз пришёл, призвал их к порядку. Но Путин уже не с оппозиции там борется, а с родным правительством. Потому что то они ЖКХ не делают, то они финансовый центр забыли, то они ещё чего-то. Ну, это напрягает. То есть мы сейчас должны уйти на рекламный перерыв. Конечно, нерадостная картина. Ну что ж, мы попробуем эту картину чуть сделать получше после перерыва. Мы снова в эфире, это программа «Парадокс». Я ведущий Степан Димура, телефон в студии 6510-996, код города 495. У нас в гостях сегодня Никита Масленников. И обсуждаем мы тот простой факт, что Goldman Sachs будет рекламировать Россию в глазах инвесторов. Но что-то как-то не получается. Наверное, не получится у него улучшить образ инвестиционной России. Пока само российское правительство не возьмётся за ум. А, Никита, вопрос такой. Вот всё то, что вы перечислили, вы сказали, наводит на мысль о полном вообще хаосе и потере управления в системе. Его восстановить-то можно? Или уже точка невозврата пройдена? Ну, я думаю, что можно, потому что, на самом деле, это свидетельство, знаете, такого большого исторического разлома, которым сейчас и страна стоит, на мой взгляд, и, естественно, в первую очередь, её экономика. Ну, давайте сейчас пока страну оставим в стороне, это предмет, так сказать, других, возможно, тоже наши с вами дискуссии. Вот экономика. Мы уже в прошлом году все сказали, а в этот январь просто прошёл под знаком. Старая модель исчерпана. А в чём заключалась, на ваш взгляд, старая модель? Старая модель заключалась в очень простой вещь. Качай, продавай, всё остальное. В 90-е годы в российскую экономику поступило за счёт экспорта жидких углеводородов около 200 миллиардов долларов за все 90-е годы. За нулевые, ну, где-то у меня данные на середину 10-го года, это я сейчас не считаю, 11-12-й год, более 2 триллионов. То есть это энергозаточенный на экспорт энергоносителей. А когда деньги есть, тогда нет реформ. Когда нет денег, тогда начинаются реформы. Ну, это как бы святая простота такая, да, правда. Вот. Раз деньги есть, ну, зачем нам эти структуры на реформы? Даже если мы их объявили и в программе Грефа это всё, и президент Путин в рамках своего первого срока, и действительно пытался исполнять. Но в итоге получилось, вот по оценке самих же разработчиков этой программы, что выполнено так процентов на 40. А всю политическую конструкцию этих реформ они просто убрали из правительства в администрацию президента. Ну, так это всё. Опять-таки, вот мухи и котлетки, ну, так это и блюдо не получилось. Вот. Но, тем не менее, вот она вот эта вот модель. Сегодня мы представляемся прекрасно, что по итогам до 12-го года экспорт вносит чистый минус в структуру внутреннего продукта. Вот. Причём ситуация такая, что у нас, конечно, на сегодняшний день, вот, по декабрю месяцу внешнеторговый дефицит годовой составил... Профицит, извините, профицит, положительная сальда внешнеторгового баланса составила 195,4 миллиарда. Долларов, но это ниже, чем в 2011 году, ниже, чем в 2010. И у нас понисходящий вот этот... Ну, импорт растёт. Ну, естественно, профицит счёта торговых операций, то есть параметр, который непосредственно управляет, как бы, курсом рубля. Он пока ещё очень такой стабильной зелёной зоне, 81 с лишним миллиард, но он тоже сокращается. Потому что все остальные, все остальные статьи платёжного баланса, они для нас, как бы, дефицитны. Там, и по капиталу, и по доходам инвестиционным, и по доходам от заработной платы. И опять у нас выпрыгнули эти самые ошибки и пропуски. То есть, вот, грубо говоря, чистый, чистое бегство, чистый вызов, вывоз под 10 миллиардов долларов. Понимаете, такой почти полукриминальный, он так и называется. Чистые ошибки и пропуски. Ну, он оценивает, я вот знаю оценки от ЦРУшников и от наших тоже спецслужб, что у нас серый вывод капитала где-то 200-300 в год. Ну, это... Ну, хорошо. Вот модель исчерпала. Вот, модель исчерпала. Надо переходить к новой. Весь 2012 год переходили. Ну, у нас же опять всё это заканчивается говорильней. Никто, по-моему, не знает, что новое. Проблема, на мой взгляд, заключается, вот, на самом деле, в трёх принципиальных вещах. Во-первых, если мы договорились о правилах игры, а они, на самом деле, всё-таки... Ну, давайте согласимся, можно спорить, но если уж приняли, если там есть пакет указов от 7 мая президента вновь избранного, да, Владимира Владимировича Путина, там, с чем согласны, не согласны, по ходу дела будет корректироваться. Ну, ребят, ну, давайте по этим коридорам действовать. Там немало очень здравых идей. Та же самая национальная предпринимательская инициатива была, как бы, им пробита. Вот это вот давайте делать. Нет, мы всё время меняем правила игры. Нет, мы корректируем. То у нас приватизация будет, то у нас не будет. То мы этот объём активов начнём приватизировать, то другой. Второе. Катастрофичек не хватает в стране конкуренции. Потому что доля госсектора в экономике, ну, по оценкам, допустим, академика Белла Аганбегяна, чуть больше 60% ФВП, ну, такой средний консенсус экспертный, ну, 54-55, но всё равно больше 50%. Ну, у нас из-за этого нет рынка труда практически. Рынок труда сейчас просто перегрет, потому что это тоже, кстати, большой вопрос. Нет, смотрите, что я имею под рынком труда? Это, ну, как, когда человек, например, возьмём профессию в обрабатывающей отрасли. Какие там зарплаты? Мизерные, потому что нет рынка труда. Не соглашусь, сейчас у нас, ну, это просто частный вопрос, но просто проясните его. На самом деле у нас сейчас крайний дефицит рабочих профессий. Правильно. Высокая квалификация. У нас крайний дефицит рабочих профессий, я согласен, но те рабочие места, которые заняты, они же платят мизерные зарплаты. Ну, я согласен, да. Но, с другой стороны, вот... Потому что это всё госсектора. Мне хитхантеры рассказывали, что мы сейчас, знаешь, кого ловим? Сварщиков. Сварщиков. Вообще шестой разряд, везде. Шестой разряд для нас, мы его... Потеряем. Социальный пакет, ипотеку, всё, что хотите. Будет работать, перевезём, разместим. Сто тысяч рублей в месяц гарантированной чистой заработной платой. Только работой. Главное, даже учи. Это действительно, это ситуация на рынке, которая перекошена. Ну, вот, вот, собственно, и три слагаемых. Последовательность действий. Действия все должны ориентированы на максимальное поощрение и допуск конкуренции в экономику. И, ребят, сокращайтесь с государством. Потому что, если у вас 60% ВВП, поверим, Аганбегяну, создаётся в государственном секторе, вот вам материальная экономическая основа для беспощадного разрастания коррупции в России. Всё. Вот давайте вот с этими тремя слагаемыми определимся. Плюс, это же ещё причина монополизации во многих отраслях. Ну, естественно. Естественно. И после этого давайте тогда смотреть, что можно сделать в рамках дорожных карт. То есть, ну, естественно, бедный Голман Сакс это всё исправить не сможет. Ну, это наша проблема. Мы можем переходить к более интересным темам дискуссий. Старый добрый принцип всех пиарщиков. Конечно, можно какие угодно прибамбасы налепить к чему угодно. Но вообще, лучший пиар, когда событие говорит само за себя. Но если события нет, то вот мы получаем ситуацию с Голманом Саксом. Пока у нас как бы идёт такая явная дивергенция. Вы, ребята, там что-то отмывать должны, грубо говоря, чёрного до белого, да? Но, а его нету. Вы только до дыр не замойте. Да. Мы его ещё тут не привели, понимаете? Не привели, не постригли, он ещё не готов. Вот такая непростая ситуация. Ну, и каков выход из этой ситуации, на ваш взгляд? Я имею в виду, смотрите, ведь такая ситуация, на самом деле, на мой взгляд, сложилась не только у нас, но, скажем, в Европе. Слова канцлера Меркель, сейчас практически дословно будут цитировать, что сегодняшняя ситуация в Европе и мире требует новых идей, новых людей. Ни того, ни другого нет. Ну, не только она, вот, очень уж такая, вот, вы знаете, такая есть Кристина Лагара, глава Международного фонда. Её приходом документы фонда стали, это будут расцвечены там поэтическими всякими цитатами, метафорами, литературой. Но она юрист, по-моему, она это любит. У неё есть вкус, у неё это получается, у неё, видимо, очень серьёзная команда спичрайтеров. И она вот в Давосе примерно сказала так, что мы, 13-й год может стать решающим и рубежным, если мы наконец-то поймём, что у нас на глазах возникает новая глобальная экономика, в которой определять лицо, которое будет новое мышление нового поколения, исповедующего новые ценности. Это для глобального мира. А теперь по пунктам. Что значит новое поколение? Она это описала. Что значит новые ценности? Она имеет в виду, что это должны быть всё-таки те входящие, те принимающие решения сегодня, если по поколениям, ну где-то вот от 30 до 40, вот эти вот должны принимать сегодня. Но ведь они же прошли через ту же самую школу. И не секрет, на мой взгляд, что сейчас работает на самом деле процесс с отрицательной селекцией. Ну, вы знаете, он по-разному работает. Вот в системах, где сохраняется как бы наследие какой-то ген административно-командной системы, ну типичный пример мы со своей вертикалью, у нас продолжает работать вот эта вот генетика. Каждое новое поколение управленцев... Оно проходит через эту систему. Оно хуже предыдущего. Да. Отрицательная селекция. Там, где у вас конкурентное поле есть, там у вас возникает уже, так сказать, возможность выбора, возможность вот конкуренции ценностей. Потому что, вот, о чем говорят, когда говорят, что новые ценности? Вот этот самый сугубый индивидуализм и война всех против всех должны заменяться одним простым пониманием, что развитие сегодня в мире невозможно без конвергенции. Просто невозможно и все. Конвергенция на уровне фирм, конвергенция на уровне регионов, на уровне регулятивных систем стран, на уровне сотрудничества политики. Но это новое мировое правительство практически. Ну, по сути дела, она ведь, она одна из апологетов этого, да. Вот есть, грубо говоря, тренд международной экономической координации. Худо-бедно, есть какая-то там двадцатка большая, мы сегодня в этом году председатель. Вот, ребята, давайте двигаться. Но надо пытаться, пока вы даже это не пытаетесь. Но это для всего мира. Для нас очень важно... По-моему, этот тренд начинает уже разрушаться, даже это видно по Европе, что каждый за себя. Вы знаете, и так, и не так. Европейцы уже, в принципе, приняли настолько, такое количество, так сказать, всяких разных программ о своих структурных реформах, что все сидят, те же самые инвесторы, и говорят, ребят, ну, хватит вообще встречаться и принимать. Ну, закройте Брюссель на время. Да, закройте Брюссель, вы делайте что-нибудь. В общем-то, вот эта реакция Камерона, да, английского премьера, это то же самое. Ребят, ну, сколько можно? Иногда просто откровенные глупости принимаетесь. То есть мы не одиноки. Типа налога на бирже там, а я со своей лондонской биржей куда денусь? Да пошли вы с вашим Европейским Союзом, вот выйду и все тут. Но, тем не менее, все-таки что-то делается, европейский стабилизационный механизм сформирован. Худо-бедно, да. Марио Драги со своим Европейским Центральным Банком рынки успокоил. На время. На время, но пока спокойно. Да. Пока спокойно относительно. Банковский Союз, без которого не может быть подпочвы для нормального евро, он начинает создаваться. То есть европейцы переходят худо-бедно. Весь 2012 год, тяжелейший год для всего мира и для Европы самой, потому что столько было неопределенностей, закончился. Сейчас перешли, так сказать, к действиям. Можно спорить, можно там корректировать. Но они хоть что-то делают. Но там есть коридоры движения. И они, в принципе, не стараются сильно отклоняться. Их критикуют за что? Что вы тут вот обещали к этому сроку, а не сделали. За промедление, да. Опоздали на две недели, опоздали на месяц, затянули с Греции, всех поставили весь инвестиционный мир на уши, но все-таки потом дали ей эти самые кредиты. Там проблема-то была, 300 миллиардов, да. Можно было решить год назад. Вот. Но, тем не менее, решили. У нас же, вот, если смотреть европейский опыт, мы вот до сих пор как бы все больше дискутируем, но не двигаемся. Вроде решение принято, но не делаем же. Вот конкретный пример по этому бюджетному правилу. Мы его исполнять будем или не будем? Никит, ну я возвращаюсь туда. Вот даже внутренние инвесторы не понимают, будем или не будем. К вопросу о том, что все хорошо, но у нас нет кадров. Ну, что значит нет кадров? Кадров людей в системе, которые принимают решения и хотя бы чуть-чуть понимают, что они делают. Ну, вы знаете, я думаю, что у нас не столько нет кадров, сколько нет системы мотивации. Или ответственности. Для нормальных кадров, которые могли бы приложить свои усилия в государственном управлении. А нет, мотивации, а что я туда пойду-то? Вот в этой системе вертикальной, когда я... Ну и что? У нас, извините, достаточное количество ребят, так сказать, в компаниях, которые могут принимать решения и добиваться результата. Но, извините, а будут они работать в этом правительстве? Нет. Потому что это другая совершенно жизнь. И у нас нет вот этой ротации. Сегодня я в бизнесе, завтра в правительстве. И никто как бы не считает, что это совершенно ненормальная какая-то ситуация. В других странах все это элементарно, просто. Это пришел, ушел. Через 20 лет возвращаются из бизнеса. Да. Ну, там это на самом деле носит такой, особенно в Штатах, очень интересную коррупционную окраску. Очень интересную коррупционную окраску. Но, тем не менее, там хоть что-то происходит. Но мы вернемся к этому обсуждению после коротких новостей. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире. Это программа «Парадокс». Ее ведущий Степан Демура. Мы начали нашу программу с обсуждения роли Голман Сакс. В улучшение инвестиционного климата, инвестиционного лица России. Но плавно перешли к тому, что Голман Сакс здесь ничего не сможет сделать. Поскольку проблемы, которые существуют внутри России, внутри российского правительства и властей, и власти, они слишком велики даже для такого монстра инвестиционного, как Голман Сакс, чтобы их причесать и подать на блюдечки инвесторам. Это мы обсуждаем с Никитой Масленниковым, экономистом. И вот слушая вас, Никита, да, в общем-то, слушая многих гостей, у меня создается такое некоторое чувство безысходности полнейшее. Что, как вы правильно отметили, старая модель экономики, я ее называю кудриномиком, кто-то называет кудринистикой, там слишком завивоватое название кудриномика, она себе изжила. То есть нужно делать что-то, чтобы не остаться полностью без штанов и чтобы просто экономика не рухнула, как она падала в восьмом году, в восьмом-девятом году. У каждого есть, получается, свой рецепт. Ну, не у каждого, но есть рецепты. Но чтобы вот разработать программу конкретно, действие, как из точки А, перейти в точку Б, это тоже есть, наверное, может быть. Но нет исполнителей. Программ-то много, да? Да, но нет исполнителей. А между тем, часы-то тикают, время-то идет. Да вы знаете, парадоксальная ситуация. Есть как бы текст пьесы, да? Актеры, в общем-то, выучили роли. И актеры, если каждого брать, то не такие уж совсем бездарные. Есть даже режиссер. Мы все знаем, кто. Вот, но тем не менее, вот все как-то вот... Театрального действия нет. Мне это скорее напоминает более банальные вещи, как басню Крылова. Да, вот театрального действия нет, потому что идет все время читка пьесы и репетиции. Ну, и все обещают. Вот генеральные прогоны, потом, да. Потом мы выходим на сцену. И потом мы выходим на сцену. А на сцену-то выйдем? Ведь инвестор, он и внешне, и внутренне сильно устал. Я думаю, что все-таки вот мы провели уже последний, ну, 12-й год. Он даже с точки зрения, знаете, управленческой стилистики, что ли. Да, вот он как бы тоже предел. Потому что вот дальше давайте действовать, давайте театрально. Театр показывайте. Он может там с вешалки начаться, может еще с чего-нибудь другого. Но, ребят, хватит. Бранировщика тоже нет. Ну, хватит репетировать. Ну, хватит репетировать. Давайте играть. А может быть... Будете ли вы освистаны или нет, ну, это покажет. А может быть и актеры-то, в общем-то, никудышные. А создают видимость, что они хорошие, показывая всем дипломы. Ну, опять-таки, мы это можем только достоверностью... На практике. На практике, когда зрительный зал всегда прав, да? Да. Но здесь еще и вопрос о зрительный зал. Как может донести свою реакцию? Когда еще никто не играет. Да. Это уже чисто политическая, так сказать, сфера. Но, вот видите, они тут перетекают друг к другу. Поэтому я думаю, что... Вот у меня есть чувство, знаете, такого вот определенного раздражения. Ну, в общем, много ясно. Ну, чем мы вот так вот это само дурака отваляем? Это есть. Но вот такой безнадежной безысходности. Ну, может, в силу того, что... Оптимист по натуре. Может, еще почему-то. Может, может быть, сильно информированный пессимист, который так иногда позволяет себе, так сказать, оптимистически смотреть будущее. Ну, вот. Ну, мне кажется, все-таки у нас есть определенные шансы. Но надо четко понимать, что... Никит, а вот... Есть рамки, и не надо себе врать. А в чем наш шанс? Ну, вы знаете, вот, если смотреть на... С точки зрения экономики. Ну, первое, так сказать. Вот надо четко себе понять, что нам и за 3% ВВП в этом году очень сильно надо побороться. Вот просто надо. А вы верите Росстату? А? Вы Росстату верите? Ну, знаете, есть... Больше не с ним работать. Ну, есть, но нет. Помимо Росстата есть и другие системы, так сказать, методики оценки. Ну, в общем и целом, вот ощущение сегодня такое у моих коллег, что за 3% роста ВВП в этом году очень сильно надо побороться. Даже без внешних там мерзостей, которые на рынках возникнут. Просто в силу, так сказать, нашего внутреннего уклада. И экономического, и политического. Теперь, значит, никакого потребительского спроса нас не вытянет. Никакое госуправление нас не вытянет. Никакой экспорт, пусть там цены взлетят до 140 долларов за баррель, не вытянет. У нас единственный шанс, единственный ресурс, это вот всерьез двинуть инвестиционные спросы, инвестиции в экономике. Вот если мы это сделаем, то есть мы приперты, на самом деле, к стенке, и дальше у нас 2%. Я понимаю, а куда инвестировать-то? Вот потому что у меня достаточно знакомых, у которых есть средний бизнес. Они просто рвут на себе волосы. Вы понимаете, вот мы очень часто под инвестиционным процессом, под процессом инвестирования, сейчас вот подпали по вот такое обаяние нашего правительства, что у нас вытянет инфраструктура туда-сюда. Да нет. Вот дайте максимум, так сказать, свободы ребятам среднего, мелкого, даже крупного бизнеса. Найдет он, найдет он. Только дайте ему атмосферу, в которой деньги живут. Не меняйте правила игры хотя бы лет 5. Ну, дайте. Потому что у нас значительное количество сегодня средних компаний, в том числе и с инновационными прорывными линейками, но они уже там, они на глобальном рынке, они в России не торгуют. Понимаете? У нас промышленность сегодня. Вот у меня по долгу службы очень часто общаются, допустим, с теми стратегами, которые хотели бы инвестировать в химический комплекс. Они что говорят? Говорят, да просто вот то, что мы производим, ваша промышленность потребить не может. Говорят, ну и что мы туда будем заходить-то? Это что, не предмет, куда инвестировать? У нас, извините, еще немного, еще 5-7 лет, и наши жидкие углеводороды никому не нужны будут, потому что там сланцевая революция, там изменения структуры. Экспорты возникают, новый рынок сжатого жижного природного газа. И нам нужно, так сказать, создавать, допустим, например, вот дожили, да, нам нужно принципиально заново, по-новому, то есть всерьез создать нефть и газы химии в Российской Федерации. Как основу национальной фармацевтики, например, когда 80% рынка лекарств зарубежных, ну, ребят, ну вы всю жизнь будете зависеть не от умений врачей наших, а от тех медикаментов, которые мы там закупим. А причем это вот сокращается количество... Качество поставляемых медикаментов желает вставлять значительно лучше. Естественно. А количество денег, которое мы получаем за счет нефти, оно будет сужаться и сужаться. Вот вам поле для инвестирования. Это надо делать уже немедленно. Приняты максимум, опять-таки, всяких разных решений и программ, но до сих пор это вот все вот так вот. Восна и не там. Смотрим, что такое нефть и газы химические классы. И поэтому вы и остаетесь еще оптимистом. Вы знаете, да. Да, потому что, по большому счету, я вижу уж очень сильный, мощный потенциал вот этого инвестиционного развития. Знаете, вот только вот давайте поубираем лишнее, что мешает. Все эти тормоза, там эти вот накладки. То есть вы призываете к революции? Нет, я призываю к тому, что называется структурная реформа на деле. А у меня сразу к вам вопрос. Хорошо, это я уже слышал много раз, структурная реформа. А кто ее будет делать? А вот здесь вот, да, здесь вы меня подводите к революционным заявлениям. Давай гость, вам можно. Ну, понятно, мне все можно, естественно. Вы знаете, я думаю, что у нас достаточно мало осталось времени для того, чтобы вот... Часы текают. Часы текают, да. И здесь, я думаю, что придется достаточно серьезно обновлять и состав правительства, и состав Государственной Думы, может быть, даже до сроков. Потому что качество законодательства оставляет желать много-много лучше. Оно ужасно. Поэтому здесь вот, я думаю, что придется заводить экономику через очень серьезные изменения в самой политической системе. Потому что, ну, к сожалению, вот такой вот парадокс. У вас программа «Парадокс» называется. Вот мы за счет внутренней логики экономического развития, вот мы пришли ровно туда, куда пришли. За счет необходимости изменений в экономике. Да, и поэтому здесь вот уже, так сказать, должны вот эти внешние шоки быть. А внешние шоки, если мы опять будем дожидаться падения... Нет, 40. ...цен на нефть, ну, это все, это от лукавого. Давайте, так сказать, исходить из того, что внешние шоки должны быть по отношению к экономике из нашей же внутренней политической системы. А откуда возьмется внешний шок, если нефть, скажем, будет стабильно высокой? Зачем вообще что-то менять, когда все сыты, все довольны, народу бросаются свои косточки, хлеб из-за речи даются? Не получается, даже в силу развития рынка. Вы думаете, уже все? Да, уже все. Это эра нашего, так сказать, вот знаете, такого золотого дождя, она закончилась. Мы просто многие до конца не понимаем, что это все уже приехало, и все петухи, которые могут нас расклевать во все открытые места, они уже бегают. Они уже проснулись. Они только до нас еще не добежали. Вот в этом я с вами согласен. Просто я очень сильно сомневаюсь в способности существующих управленцев в вертикали власти что-то изменить. Без каких-либо серьезных потрясений в обществе. Ну, вы знаете, вот если послушать бизнес наш, так сказать, крупный, средний уже, если послушать инвесторов, то общий знаменатель какой? Понимаете, экономика это исключительно демократическая система. Там сам принцип принятия решений, вот он такой. Если вы хотите, чтобы вот у вас здесь все было в порядке, то в целом в общественной системе он должен доминировать. Поэтому вот вам мешает что-то в ваших политических, так сказать, порядках. Убирайте это. Как вы это будете делать? Это уже наша с вами головная боль и наша проблема. Но она есть. Но подсказка тоже существует. Потому что не может демократизация экономики, а это есть рынок, конкуренция, это есть демократизация. Если мы за конкуренцию везде. Если нет конкуренции во власти. Да, то тогда вот она должна быть и здесь. И мы в этом случае, может быть, мы и прекратимся задать вопросы, доколе, да что они там творят. Они просто иначе, на самом деле, очень часто не умеют и не могут. Вот такая вот парадоксальная у нас ситуация. Я считаю, что это просто результат, как я сказал, отрицательной селекции. Ну, не без того. Власть имущих, к сожалению. Не без того, не без того. И этот есть процесс. И этот есть процесс. И все-таки я остаюсь пессимистом. Ну, жалко, конечно, 500 тысяч, которые заплатят Кулман Саксу, поскольку он, конечно, ничего сделать не сможет. У нас буквально осталась минута, чуть меньше двух минут. Хотелось бы задать вам короткий вопрос. Вот финансовый центр. Все эти разговоры о финансовом центре, скажите, прав или нет, но ведь финансовые центры, они образуются там, где есть капитал. У нас капитал уходит за границу, он уходит в другие финансовые центры. Как мы можем построить финансовый центр без капитала? Я вам скажу так. У нас иногда такое понимание немножко извращенное. Финансовый центр сводится к тому, где он будет стоять. Московская сеть или Новая Москва и все такое. То есть это не финансовый центр? Это не то. Финансовый центр это просто, знаете, метафора для современной, высокоразвитой, высокоскоростной с точки зрения потоков финансовой системы страны. Понятно. Это греча идет о финансовой системе страны. Это и банки, и финансовые рынки, и это бюджеты, это федеральное казначайство, это скорость прохождения финансовых потоков, и это много чего еще. И это, в первую очередь, защита частной собственности у инвесторов. И на самом деле... Вот с таким пониманием финансового центра, если мы, так сказать, серьезно хотим и заботимся... И решение вопроса праве на собственность, который до сих пор, по-моему, еще не решили. Ну так, да, примерно так же, как в империи. Царь-батюшка, бал, попользоваться. Да. Или, как там говорят, ну, надо бы об народе подумать. О, великий царь-батюшка, какой ты умен. Нам бы душ 500-600. Ну, кому 500 тысяч, вот так, достаточно. Ну что ж, спасибо Никите Масленнику, экономисту, советнику Института современного развития, за то, что пришел на нашу передачу. Обсуждали мы, как потеряют очередные 500 тысяч, заплатив Голман Саксу, который, конечно, ничего не сможет сделать. И не сможет он улучшить инвестиционный образ России, к сожалению. Удачи вам, всего доброго.